Вечер, всем спасибо, что вы пришли. Сегодня у нас 24-й урок по курсу Духовное Возрождение. Уже 24-й урок, мы уже должны закругляться. Я думаю, что 25-й или 26-й урок, может быть, мы сделаем последним, обзорным. И так подготовимся к экзаменам, так как мы решили, что мы делаем экзамен по этому курсу. И действительно, это было невероятное изучение, да, всех, кто участвовал. Я сам не ожидал, потому что, можно сказать, я в каком-то смысле немножко первопроходец. Потому что такого курса я и сам не изучал, и никогда как бы не слышал, и не сталкивался, чтобы он был в таком формате. Я, можно сказать, много просмотрел литературы, и везде, касаясь этого вопроса, просто ограничена, ограниченная информация. И она вся, в принципе, такая, как бы однообразная. Я пересмотрел Готч Мононии, там, все его труды, потому что он, знаете, специалист в этой области, такие книги, как «Духовный человек» и «Нормальная жизнь христианина». Он очень многое посвящает исследованию духовным вопросам, да, то есть именно духовно зрелого верующего. Но, я скажу честно, что каждый раз после любой такой книги, просто возвращаешься в Гиблии и ищешь ответ у Бога. Потому что человек, он, как бы, размышляет над этим, Дух Святой его обличает, но человек, он, все-таки, человек. Бог, он Бог. И я не могу сказать, что у нас совершенное изучение с вами, но, по крайней мере, я могу сказать, что все, что я принимаю для этих занятий, это все из Гиблии. То есть это не труды какого-нибудь там учителя, который бы мог там, скажем, быть авторитетным в этом вопросе. То есть это Слово Божье, это учение завершенной работы, это Дух Святой, который учит нас. Это то, что Бог открывает, когда мы желаем этого. Понимаете, то есть когда мы на поверхности, и мы знаем какие-то такие основополагающие доктрины, слава Богу, это одно. Но если мы начнем углубляться, мы вдруг начнем видеть много разных граней, мы вдруг начнем видеть много того, что не увидит человек на поверхности. Любое изучение, по любому вопросу. Если мы с вами возьмем молитву, о чем мы тоже с вами целый курс прошли изучение, чему мы научились? Мы научились молиться, мы научились по-настоящему молиться. И я благодарен за это Богу, потому что до того, как мы стали изучать, я могу сказать, что я не молился вообще. Ну так, молился, как молится номинальный христианин, который знает, что раз я христианин, значит я должен молиться, то я должен выполнить эту повинность, христианский долг. Но когда мы стали изучать, вдруг открылись такие возможности, о которых мы даже и, может быть, не подозревали. И теперь мы можем сказать, что нас невозможно от молитвы отвратить, каким-то образом вести в сторону, потому что мы узнали секрет, секрет и силу молитвы. Познали, познали через изучение. То же самое в вопросе духовного возрождения. Все, что мы с вами изучали, и было очень много моментов, которые, может быть, они действительно для нас были слишком новые, скажем так. То есть то, что мы раньше не слышали, но это то, что говорит Слово Божье. Это то, чему обучает Дух Святой, и наша, так сказать, заинтересованность в том, чтобы, изучая все, что мы с вами здесь имеем, мы могли продолжать размышлять, продолжать открывать Писание, молитве, обращаться к Господу, чтобы Он продолжал нам объяснять. То есть как ученики, которые были с Иисусом, они слышали Его Слово, которое было обращено ко всем, и затем наедине они просили Его объяснить. Они желали узнать. И Он объяснял им. Но они все равно не понимали, потому что необходимо было духовное возрождение. И когда пришел Дух Святой, который обучал всему, чему учил их Господь, говорил все, что говорил им Господь, им понадобилось самим немало времени, потому что им пришлось оставить все. Книга Деяния, 6 глава, 4 стих, что мы будем пребывать только в Слове Божьем, в молитве. Больше ничего мы не можем делать, потому что нам нужно быть очень посвященными в этом вопросе, чтобы преподавать верно, то есть верно преподавать Слово Истины, чтобы не напридумывать что-то своим умом, чтобы не сказать что-то, что на самом деле не так. Это очень важно. Я понимаю свою ответственность, о которой в послании Якова сказано, 3 глава. Немногие становитесь учителями, знаем, что может больше быть, скажем, для них, больше ответственность и последствия, но если это Господь, который призывает и верит все совершить, тогда это, конечно, другой герой. И мы таким образом имеем убеждение. Итак, 24-й урок. Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 11 глава. Сегодня также будет несколько моментов на этом уроке, которые могут для присутствующих показаться совершенно невероятными, совершенно необычными. Но я вас уверяю, что я изучаю, и я сам просто в изумлении. Когда я изучаю, думаю, вот это да, я об этом не знал раньше, но Бог показывает это. Может кто-то из вас не согласится с этим, тогда мы будем это воспринимать как одно из разномыслей, о которых сказал Павел, что надлежит, чтобы были между вами разномысленности. Итак, Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. И знаете, я, как я нередко делаю, соединяю некоторые стихи для, какого-то, скажем, состава, да, состава помазания для изучения. И я соединил здесь вместо 12 стиха, я сюда поставил из 16 главы Евангелия от Луки 16 стих, потому что он похож на то, что здесь в 12 стихе. Поэтому у нас будет первый стих Матфея, 11, а второй Лука 16, 16. И вот как это звучит. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Закон и пророки до Иоанна, а с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». То есть в 12 стихе Евангелия от Матфея, 11 главы. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его». А Евангелие от Луки 16, 16. «Закон и пророки до Иоанна, а с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». И здесь мы видим, что Господь ставит границу между тем, что было до Его пришествия в мир воплоти, и тем, что будет ныне и в последующие дни. То есть естественным образом это разграничение времен. На время до нашей эры и от Рождества Христова. Мы живем в 2014 год от Рождества Христова. И вот как это разделяется в Божьем откровении, то есть в Духовном откровении, которое теперь мы можем разуметь, имея эту способность от Духа, как об этом сказано 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Но способность... Нет, я прочитаю. Потому что это похоже на то, что сказано на 2 Коринфянам, 3 главе. То есть 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. А нам это Бог открыл Духом Своим. Он дал нам это познание, Он просветил очи нашего сердца». И 2 Коринфянам, 3 глава, 4-5 стихи. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Эта способность нам дарована от Бога Духом Святым. Тем, которые рождены от Духа, те, которые приняли эту жизнь, те, которые соединились с Ним в один Дух, те, которые имеют это назидание сегодня, единственное тело Христово в помазании Духа Святого. Итак, первое. Иоанна Крестителя. Посмотрите, Господь определяет, как наибольшего из рожденных от жены. Обратили внимание, да? Он наибольший из рожденных от жены. То есть по плоти, да? Мы можем сказать, рожденные по плоти от жены. Так же, как и Господь наш был рожден по плоти от жены. Исайя 7 глава 14 стих. Вот Дева в очреве приимет и зачнет, и родит сына. То есть по плоти Он пришел в этот мир, был рожден Галатом 4 глава. 4 глава 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Это очень важный момент. Вот этот момент, обратите на него внимание. Потому что дальнейшее изучение пойдет вот в таком направлении. И я уверяю вас, сегодня у вас просто волосы встанут дыбом. Не знаю, может быть что-то. Может глаза станут большими. То, что сегодня вы узнаете, навечно перевернет все в вашей жизни. Не, я шучу. Это я просто вас хочу так заинтересовать, чтобы никто не спал. Посмотрите. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы кого искупить? Подзаконных. Подзаконных. Это очень важно. Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Значит, что мы видим? В отличие от Иоанна, как последнего пророка, и он назван, так скажем, предтеча, предтеча Господа, Иисус, он также рожденный от жены, но он становится основанием нового поколения. Основание нового поколения, можно сказать, новой расы человеческой, нового народа. Тех, которые теперь называются, как? Те были рожденные от жены, а эти рожденные от Бога. Рожденные от Бога. То есть Иоанн был последним, величайшим святым из рожденных от жены. И теперь наступает новая эра. Рожденных от отца. Разве это не вредит? То есть с пришествием Господа в этот мир, путем рождения от жены, как и любой другой человек приходит в этот мир, Бог закладывает основания для образования нового творения. Для образования, можно сказать, нового рода людей. Можно сказать, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Новый род избранный, царственное священство, народ взятый в удел. Можно этот использовать стих, но лучше, я думаю, 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Мы теперь дети Божьи. Мы теперь рожденные от Бога. Вот это определение. Потому что здесь есть такие нюансы, которые мы постараемся как-то их так освещать. То есть есть небольшая разница, а может быть большая разница. Во всем этом удивительном замысле Божьем там присутствует Израиль, и он всегда как-то проявляется. Всегда в какие-то моменты, например, в Евангелиях, в Посланиях, всегда Израиль как-то проявляется. И немножко это может создать путаницу. Ну, мы с вами знаем некоторые такие основные места, где нельзя это сравнивать, например, где это относится к Израилю, и это нельзя отнести, например, к другим людям. Ну, понимаете, да, чем мы говорим? Посмотрите, то есть, теперь мы дети Божьи. Я изучал этот вопрос сегодня, и я пришел к такому выводу. То есть теперь мы дети Божьи, благодаря чему? Мы можем сказать. Благодаря чему мы сегодня дети Божьи? Благодаря смерти Христа. Может быть, да. Но я хочу сказать, что мы сегодня дети Божьи, благодаря рождению от Духа. Правильно? Это мы... Если бы мы... То есть Христос все совершил, мы бы это узнали бы все, сказали, это классно, все замечательно. Но если бы мы не родились от Духа, мы бы не были детьми Божьими. Для того, чтобы быть детьми, рожденными от Бога, это нужно родиться свыше. Правильно? То есть это не просто определение какое-то такое символическое, что... Ну, а знаете, много людей в мире, они так и говорят, мы все дети Бога. Правильно? Божьего встречался. Мы все дети Бога. То есть полагаешь, что раз ты сотворен, значит, ты имеешь вот такую родственную связь с Богом. Но мы с вами понимаем, что это не так, что человек сотворен Богом, он творение Божье. Но чтобы стать его детем, необходимо родиться свыше. Об этом Господь говорит Никодиму, мы это изучали много, третья глава Евангелия от Иоанна. Должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, он не может увидеть и войти в Царство Божье. Как бы он там... Как бы он не был там одарен или продвинут. И вот посмотрите, то есть я подумал, что да, обычно мы можем сказать так, что мы теперь дети Божьи, и это происходит благодаря искуплению, которое совершил наш Господь. Ну, то есть вот такие все эти основные, связанные с тем, что совершил Христос действиями, мы можем это все применить, но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Давайте откроем с вами, и это подобно тому, что мы прочитали, Галатам 4,5, чтобы искупить подзаконность. И послание к евреям, 9 глава, 15 стих, посмотрите, что здесь говорится. Это послание к евреям. Очень важно так же понимать, потому что мы можем много чего принять из этого послания, полезного для себя, как верующим, но мы должны прежде всего понимать, что это послание к евреям, то есть к тем, кто являлся подзаконными, тем, кто являлся избранными, Божьими. Это немножко другое, мы сегодня это увидим. Смотрите, 9 глава, 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Обратите внимание, да? То есть за какое искупление, чего он искупил, то есть искупление от преступлений, сделанных в Первом Завете. То есть те, которые были народом Божьим избранным, вот эти подзаконные, тех, которых Бог избрал, мы знаем с вами эту историю, за их грехи было заплачено, они были искуплены. То есть, пожалуйста, не пугайтесь, все прояснится, я думаю, к концу урока. Но это уже интересно, не правда? Понимаете, дело в том, что заплатить, искупить можно только грехи кого? Рожденных от жены. Рожденных от Бога, их грехи нечего искупать, потому что у них нет грехов. Потому что мы с вами знаем, что 1 Иоанна 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 18 стих 5 глава. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему». То есть, понимаете, разницу между рожденными от жены и рожденными от Бога. Рожденный от Бога, говорится, он с грехом не связан никак. То есть, там все чисто, все совершенно. Рожденный от жены, да, у него есть эта проблема, с которой полностью разобрался Господь. То есть, искупив весь грех, совершив с собой искупление. Мы об этом говорили также на предыдущих уроках, о всеобъемлющем искуплении и так далее. Я просто заостряю ваше внимание. Походу, все разъяснится, что я имею в виду, к чему я клоню. Значит, поэтому, смотри, поэтому Господь сказал, что хотя Иоанн Креститель больше из всех рожденных женами, хотя он больше, почему? Потому что, на самом деле, даже вот посмотрите на жизнь, как подзаконного человека, он действительно был, ну, просто святой человек. То есть, ну, мы знаем, что он от Духа Святого был из чрева матери еще, помазан, можно сказать, да, как исполнится Духа Святого в отчреве матери. То есть, он прожил свою жизнь совершенным образом так, что, когда он проповедовал, значит, крещение, покаяние, к нему там вся страна иудейская, да, сходилась. Люди на него смотрели, говорится, Луки 3 глав, 15 стих, что все были в ожидании. Они думали, что вот-вот он объявит, он скажет, я мессия. То есть, люди смотрели, они понимали, что такого человека они вообще никогда не видели. Это что-то невероятное. Помните, когда Иисус сравнивает, как бы, сравнивает вот по определению человеческому себя Иоанна Крестителя. Он говорит, ибо говорят, что Иоанн Креститель пришел, да, он не пьет, не ест. А Сын Человеческий, он пьет, ест и друг, я не сам, что-то, да, понимаете, да? То есть, представление человеческом Иоанн Креститель, это действительно был просто вот на роль мессии совершенный кандидат. А Иисус Христос, вот в своей человечности, на него смотрели, ну как же, он с грешниками постоянно, с какими-то там, ну там, сообщается, постоянно что-то делает такое, субботу нарушает. Как вы думаете, Иоанн Креститель мог нарушить субботу? Я думаю, что это невозможно было. Он был подзаконным полностью, да, он был совершенно подзаконный человек. И поэтому даже вот эти фарисеи и все эти саддукеи, там, они шли к нему креститься, потому что они видели, что это невероятно, да, это невероятно человек святой в наши дни появился, да. Те, которые потом, глядя на Иисуса, и говорили, мы знаем, что он человек грешный, мы знаем это, да. И вот смотрите, да, то есть мы можем так сказать даже, что Иоанн Креститель, он имел такой авторитет, что даже долгое время уже после его отшествия, например, если мы почитаем Деяние 19 глава с 1 по 6 стих, там рассказывается об учениках Иоанна, вы помните, когда в Эфессии был Павел и нашел, которые были крещены крещением Иоанновым, они были учениками, они там что-то собирались, у них были служения. Да, и Павел привел их ко Христу, и они стали христианами, да, до этого они были Иоанне, да, потом они стали христианами. И можно сказать, что на данный момент, вот если так взять христианский мир, то большинство в этом христианском, скажем так, номинальном мире, они еще до сих пор Иоанне, да, они еще до сих пор только лишь крещены, Иоанновое крещение, как говорится, покаяние, им еще нужно принять Иисуса Христа, им еще нужно родиться свыше. Ну, не знаю, согласитесь вы или нет, да? Итак, но меньший – это тот, кто, угадайте, это тот, кто рожден от Бога. Тот, кто рожден от Бога, и может быть, я так размышлял, может это означает человека, который обратился ко Христу перед самой смертью, да, может быть это все, всю жизнь он прожил грешником, он умирает, к нему приходит священный пастор и говорит, покайся, обратись, прими Иисуса Христа для спасения. И человек говорит эту молитву, и после этого он уходит, отходная молитва, и после этого он уходит на небеса. И он наименьший в этом царстве, но он больше, он больше, чем рожденный от жены, даже каким был Иоанн. Потому что по праведности законы, нам до Иоанна, это просто как до луны. То есть, можно так сказать, что Иоанн был по сравнению с Авраамом, да, вы понимаете, Авраам, насколько он был, тогда еще закона не было, но насколько он по закону был бы праведником, да, нисколько. То есть, он нарушил там все западники, да, насколько бы по закону праведником мог бы быть назван Давид, да, Давид, который совершил такой страшный грех, да. Ну, то есть, любого Моисея, который убил там человека, понимаете, а Иоанн, он вообще не сделал ничего, ни одного греха. По праведности законы он был не порочен, он был совершен. Даже Павел бы не мог бы с ним сравниться, потому что Павел, он, помните, терзал церкви, то он все-таки был причастен к убийству Стефана и других первых мучеников церкви. То есть, он бы не мог сказать о себе, хотя он говорил так, в смысле, что он исполняет закон, делает все правильно, но чрезмерно ревностен в этом так, что иногда, как говорится, палка перегибается. В общем, через край, да. Или, может быть, еще, я думал о том, что, может быть, это рожденный от Бога человек, но который продолжал жить по плоти. И такой тоже есть, да, то есть, вариант, мы с вами видим, плотские верующие, о которых говорит Павел 1 Коринфянам 3 глава. Он говорит, что вы еще плотские, то есть, вы еще не имеете этой способности, как духовные, там, различать все, что необходимо. То есть, они оставались в этом состоянии, что приводило, помните, к каким-то там последствиям. Продолжая жизнь по плоти, и даже, может быть, это закончилось каким образом? Печальным. Грех ко смерти. То есть, мы с вами об этом читаем 1 Коринфянам 5 глава. Может быть, это даже закончилось так, и этот человек был забран на небеса, но он, будучи наименьшим там, по причине того, что он здесь сделал все неправильно, строил из дерева сено и соломы, и его дело, оно сгорело, и он потерпел урон. Но он больше, он больше там, чем Иоанн Креститель. Это очень странно, не правда ли, для естественного образа мышления. Ну, как это, вот такой человек, он будет больше того, который был настолько непорочен, настолько свят. И во многих церквях это станет претновением в том смысле, что скажут, нет, тут что-то не так, ребята, тут что-то не так. Так, очевидно, что Иоанн Креститель, он достоин лучшего. Ну, очевидно же, ну, скажите, правда ли, да? Ну, как это, человек, который вообще ни одного греха не совершил. Он был, ну, как бы, Дух Святой об этом позаботился, о его жизни, о том, чтобы он был от этого удален, находясь в пустыне. Он был замечательный человек Божий. Ну, как он может быть меньше того, кто здесь все сделал неправильно? Что это такое, да? Справедливо ли это, да? Так, и мы можем сказать, значит, что имеется в виду греха смерти. Какая смерть? Физически, да. Ни в коем случае не духовная, не правда ли? Ни в коем случае это не духовная смерть. Вот почему мы говорили об этом, мы говорили об этом, что изучая Писание, то есть я пришел к такому выводу, да, я поделился этим, то есть честно, откровенно поделился с вами, что человек, значит, мы говорим, мы размышляли об этом много, что человек не был духом до своего грехопадения. И как бы дух его умирает. Затем мы говорили об этом на 16-м уроке очень много. То есть по какой причине, посмотрите. Значит, первое. Мы с вами знаем, что дух, он вечен. Кто из вас согласен? Что дух, он вечен. Если мы, например, возьмем ангелов, которые являются духами, евреям, 1 глава 14 стих, мы знаем, что они бессмертны. То есть они, смотрите, ангелы не могут быть спасены по этой причине. Они не могут быть спасены, потому что они духи. И, значит, есть только какие ангелы? Падшие и святые, божьи, которые, значит, служат Господу, да. И одних участь вечности какая? Одних участь – это озеро Огнено, вечная погибель, а участь других – это Царство Божие вечное, да. И, значит, что мы видим? Что дух, он не умирает, он пребывает вечно, но он либо пребывает вечно в смерти, либо пребывает вечно в жизни. То есть либо вечно в погибели он пребывает, либо вечно он пребывает в жизни. Второе, смотрите, если брать во внимание то, что часто говорится о человеческом духе, как о сотворенной человеческой составляющей, то мы можем сказать, что да, он действительно умирает. Так происходит, как сказано, в Иглесиаста 12 глава 7 стих. Что происходит в этот момент с духом человеческим? Иглесиаста 12 стих. «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Что это за дух? Бытие 2 глава 7 стих. «И создал Бог человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни. И стал человек кем? Душою живою». И Павел об этом говорит в 1 Коринфянам 15 глава 45 стих. Что первый человек, он стал душою живою, живущую. Он не стал духом животворящим. Нет, он не стал духом человеческим, который может умереть. Такое определение. Ну, есть такой дух человеческий, который не бессмертен. Нет, не бессмертен, который умирает. Смотрите, и затем, который возвращается, этот дух возвращается к Богу, который его дал, вот как дыхание жизни. Якова 2 глава. «Как тело без духа мертво, так и вера без...» Затем, третье. Дух, рожденный от Бога, Иоанна 3 глава 6 стих. Значит, рожденный от Духа есть Дух. Это совершенно новое творение. Это то, чего никогда не было. Это то, о чем Бог говорил через пророков, что произойдет. Исайя 43 глава 19 стих. Он говорит, вот я творю новое. Я что-то новое сделаю. Такое, чего никогда не было. Это не так, как по известной пословице. Новое – это хорошо забытое старое. Или как Экклесиаст, 1 глава, помните, 22 стих. Экклесиаст говорит, бывает, говорит кто-то, вот новое. А посмотришь, а это уже и было, оказывается. И ничего тут нет нового. Где? Под солнцем нет ничего нового. Но мы с вами имеем дело то, о чем говорится 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот кто, тот новое творение. Такого не было. Бог это определил в полноте времен. Создать. Ну, мы можем сказать, опять же, мы об этом говорили. Не сотворить. Не создать. А родить. Как об этом в символе веры говорится об Иисусе Христе? Рожденный. А не сотворенный. И наш дух, он рожденный от Бога. А не сотворенный. Разве это не удивительно? Это что-то совершенно новое, невероятное. Такое, что естественный ум, он не способен это понять. Потому что он никогда с этим не сталкивался прежде. Никогда об этом не слышал. Никогда об этом не задумывался. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. Ибо душевный человек, он не разумеет того, что дух, почитая это, полным безумием. Потому что это настолько новое, что нужно к этому и отнестись таким образом, что ты никогда не знал. Ты никогда об этом не думал. Тебе нужно теперь обратить все свое внимание в обновленным умом. Говорится Римлянам 12.2. Преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы познавать волю Божию. Чтобы узнать об этом, чтобы познавать это больше и больше. Потому что этого никогда не было. Но это навсегда. Это не для прошлого. Это для будущего. Для вечного будущего. Это не что-то из прошлого. То, что Господь как-то там переделал, перемастерил. И вроде как теперь все, как сказать, можно пользоваться дальше. Это что-то совершенно новое, но для него определено вечное будущее. И вот что еще важно в этом. Лукаш 16 глава, как мы прочитали 16 стих. Посмотрите, говорится до Иоанна. Включительно. Это было время, какое? Закона и пророков. И подобно Моисею или Иеремии, Бог призывал. Он призывал тех, которых избрал для себя. Правильно? Римлянам 9 глава, 11 стих. Как там сказано? Вторая часть. Изволение Божье. В чем происходило? В избрании. Правильно? Изволение Божье в избрании происходило. Сейчас мы такое удивительное сделаем. Просто невероятный трюк. Сейчас мы эту доктрину избрания, на которую, так сказать, расшиваются лбы и погибает немало людей в священных войнах. Но сейчас уже не так, потому что уже все стали кальвинистами практически, искали. Никого не надо спасать, все спасутся и так, сами по себе. Дабы изволение Божье в избрании происходило. И, конечно же, в этом предузнание Божье является основанием. Конечно, мы с вами ясно видим, например, в Ереме, 5 стих, 1 глава, Господь говорит, «Я тебя предузнал еще прежде, чем ты был образован. Я уже тебя опознал». То есть Бог знал это. И хороший стих, деяние 15 глава, 18 стих. «Ведомые Богу от вечности все дела Его». То есть Он это предузнал. Но, смотрите, но наступает новое время, и настало уже. Откуда это? Евангелие от Анна, 4 глава. Иисус говорит, самарянки, женщины, возле колонцев, очень хорошее место, знаете, 23 стиха, 4 глава. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу». Посмотрите. «Не Богу, говорится, а Отцу в Духе и Истине». Можно так предположить, что женщина, когда в 20 стихе, она говорит Иисусу, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Мы можем предположить, что она имеет в виду Бога, конечно, что поклоняясь Богу. А Господь уточняет, говорит, «Наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе». То есть Отец ищет кого? Детей, правильно? Отец ищет детей. Он не ищет каких-то просто, ну, как сказать, имеется в виду, что Он призывает всех, но Он ищет тех, которые будут Его детьми. Не просто наемники, не просто эти, как их называют, ну, как и сказал, мужный сын. Я вернусь в дом отца и буду этим. Кем? А? Слугой. Слугой там, кем угодно. Да, но не сына. А Отец, он хочет сына. Ему нужен сын. Ему больше не нужны какие-то рабы, ему не нужны больше служители такие наемные. Ему нужны дети. Теперь все направлено на это. Рождение от Бога, чтобы быть детьми. Послан Дух, который является Духом усыновления. Итак, наступает это время и наступило уже когда, когда посредством благовестия осуществляется Божье изволение. 16 глава, 16 стихе Евангелия от Луки. Законы пророки, то и Анны. А с сего времени, смотрите, а с сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. То есть, каким образом? Усилием воли. Это усилие человека, это его решение. Посмотрите, когда посредством благовестия осуществляется вот это Божье изволение, не так, как вот в то время, кстати, не так, как в то время был послан человек или был послан ангел или был послан человек Божий, он приходит и говорит, ты тот человек, которого избрал Бог. Слушай, так и так, да? То есть, все, кто были так призваны, Саул так был призван, Давид так был призван. А теперь, посредством благовестия, это не так, что мы приходим к человеку и говорим, ты избран, все, принимай, Бог на тебя противняет, ты точно тот самый человек. Нет, сейчас посредством благовестия это возвещается всем, 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 всем. Иеремия 22, 29, о земля, 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 слушай слово Господне. Тогда это было избирательно, а теперь это всем, 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 всем. Слушайте, да, и не будьте жестоковы, всем, всем, всем. Посмотрите, послание к римлянам, послание к римлянам, 10 глава, тут просто можно всю 10 главу сейчас разобрать с вами, увидеть все, что здесь говорится, это все говорится об этом. Ну вот, посмотрите, значит, 17 стиха, нет, 16, нет, 15, нет, но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела всеверные слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но 1 Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. 20 стих. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не выправшавшим мне. То есть, Исаия пророчески говорит об этом времени, которое наступило, меня нашли те, которые просто шли, им вообще дела не было до Бога, они вообще никогда, может быть, даже не думали. И вдруг к ним подходят и говорят, послушайте, послушайте, Бог предлагает вам подарок, подарок по благодати, незаслуженный, просто дар Божий, примите этот подарок. То есть, кому? Тем, которые не искали его, не вопрошали о нем, те, которые не стремились к этому, но Бог посылает через благовестие всем, и говорит, примите, и здесь, в 19 стихе, говорится, чтобы, даже, ну, Бог это использует, чтобы возбудить, возбудить ревность, ревность в Израиле, чтобы Израиль увидел, как же это так, как же это, они получают это все, мы там, понимаешь ли, это самое, да, и к чему нас это приводит, знаете, к чему нас это приводит, вот это отношение, это Евангелие от Матфея, 20 глава, это притча о виноградаре и работниках, помните, да, эту притчу, и сейчас я вам открою нечто, и вы будете потрясены, если только вы этого не знали, но я надеюсь, что вы это знали, поэтому вы останетесь совершенно хладнокровными, равнодушными, как и всегда, после каждого изучения, да, я сочу, то есть 20 глава, с 1 по 16 стих, там эта история о тех людях, которые трудились, виноградники Божьим, целый день, они испытали жару, там, ну все, что только может быть, да, и затем, в конце рабочего дня, приходит группа людей, которых господин виноградник, и пошел, они говорят, а вы что тут болтаетесь, стоите без дела, пойдемте, мой виноградник, заплачу вам, что будет причитаться, и они приходят в этот виноградник, там уже все, все приготовлено, да, и для чего они пришли, они пришли получить эту виноградню, то есть они пришли просто получить плату, и когда те, которые работали там с самого начала, они увидели, что господин виноградника, он, он дает им по динарию, да, просто за то, что они пришли, просто за то, что они послушали, сказали, ну хорошо, ну пойдем представляете просто потому что они послушали его и пошли с ним его виноградник и он дает им эту плату эти думают которые трудились на день они думают что ну наверное нам-то он отвалит теперь там по поводу проиграть они приготовили кошельки там паркмоне сумочки все что было а начало господин оградник подходит и дает им подина и помните какой у них отклик они были совершенно недовольны это можно сказать похоже на то что то что мы размышляли оба они который будучи праведником невероятной высоты вдруг так унижен что он ниже самого мелкого который вот пришел последнюю последнюю осень и посмотрите как интересно что он говорит в заключении господь наш 16 стих так будут последние первыми и первые последние то есть вот первый можно сказать самый правильный человек о котором сказал господь он наибольший из всех рожденных жены он больше всех авраама больше давида больше всего что он действительно по закону он можно сказать исполнил закон но только проблем в том что человек незаконного правда но он сделал все правильно молодец да он получил одобрение от бога но здесь говорится что но первые будут последними а последние они будут первыми почему по великой благодати да по благодати больше то есть смотрите вот еще одно место упустили на это римлянам 11 глава римлянам 11 глава 28 стих то есть то что касается избранных это что касается призванных благовестием знаете 28 стих 11 глава в отношении благовестию они они то есть избранные они враги ради вас а в отношении к избранию они возлюбленные божьи ради отцов то есть в отношении избрания они так и остаются возлюбленные божьи по обетованию до данного но в отношении к благовестию они враги они враги потому что им не нравится ну как же так мы-то старались мы-то делали там то это а эти получают просто не искав его нет никаким образом не прилагая усилия просто к ним послал господь благовестников те сказали примите этот дар этот дар просто совершенный дар драгоценный дар немыслимый дар просто как жемчужину там немыслимые цены да там примите это подарок от бога и человек употребивший усилия то есть усилия воли он он принял решение да я принимаю этот дар я принимаю мне это надо я как и вдруг оказывается что этот человек он становится дитем божиим да я на 1 глава 12 13 а тем которые приняли его верующим во имя его бог дал власть быть детьми божьими которые не от плоти не от крови не от хотения мужа а от бога родились потому что приняли этот дар и вот смотрите вот это место иначе в манфея 20 глава 18 стих ибо ради ибо много званых но мало избранных теперь я вам открою эту тайну кто такие но малочисленные избранные и кто такие многочисленные званые мы уже сами наверное то есть многочисленные званые это мы с вами которые призваны через благовестие которое для всех много званных то есть всех бог зовет благовестием обратиться к нему но мало избранных то есть избранные это вот эти которых апостол павел размышляет 9 глава послание к римлянам 10 11 глава тоже хорошее место 11 глава и здесь говорится о них подумайте здесь говорится об избранных божьих чтобы не было путанишь значит с первого стиха и так спрашиваю неужели бог отверг народ свой никак ибо и я израильтянин от семени авраамова из колена вениаминова не отверг бог народа своего который он наперед знал или не знаете что говорит писание и повествование были как он жалуется богу на израиля говоря господи пророков твоих убили жертвенники твои разрушили остался я один и моей души ищут что же говорить ему божеский ответ я соблюл себе семь тысяч человек которые не преклонили колени перед валом так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток то есть что это за и 100 за остаток избранные остаток избранных то есть это мало избранных но много званы тех которых бог призывает в это время обратиться к нему чтобы получить усыновление представляете какая-то благодать теперь те избранные немногочисленные которым пришлось претерпеть все о чем говорится 11 глава 11 глава послания евреям что говорится о ной да прям в эти и в эти и шестая глава говорится но и был непорочный и праведный человек вроде своего господь призрел на него что он такой праведный и он дал ему такую благодать ангельцы но и обрел благодать у господа то есть он не нашел какого-то нечестивого человека да и искал что вот благодать вот тебе благодать да ты будешь спасен он он находил из избирательна правильно он избрал этого человека из этого многочисленного скажем там количество людей он избрал этого человека это не было так что бог посылает ангелов с евангелием ведь всем этим грешникам расскажи евангелие что они получают оправдание даром по благодати только принято приняв это слово такого не было было только лишь избирать избрание божие которое привело к спасению последующего и затем то есть мы достигшие вот этой полноты времен когда посредством благовестия как мы прочитали то есть а сего времени царствие божие благовествуется и всякие усилия входит него то есть здесь нету никакого вот этого уже определение которое используется об избрании до что может как ну вот это сейчас период это такой кого бог избрал тебя спасутся кого не избрал те погибнут двигаться настало время как и в это время царствие божье она благовествуется и какой-то период мозга период диспенсация благодати до период церкви когда царствие божие благовествуется и всякие усилием входит в него то есть усилием когда он что делает обращается к богу когда он поворачивается откликаясь на этот призыв и принимает это да вот такое усилие вы можете поверить что это усилие туда сказать да какое же это усилие а бог это воспринимает как усилие то что эти работники просто послушались этого работодателя они просто пошли в его виноградник они может там вообще ничего не делали только взяли в руки эти там лопаты грабли только подошли к этим грядкам его и звонок все закончим идите получайте плату какое они усилия сделать что пришли в этот виноградник какое усилие мы делаем что обращаемся господу и принимаем иисуса христа и для него это это самое невероятное что мы могли сделать он ведь вы сделали самую большую работу до может так по определению скажем божьему да не по определению человеческому которые скажут да вы бездельники вообще ничего не сделали что вы еще на что вы претендуете а бог говорит они самое большое усилие употребили они сделали самую большую работу ну как господь сказал евангелие то она 6 глава понтира когда у нее спросили 20 масти что нам делать чтобы творить дела божьи и он сказал вот дело божье веровать того кого он послал вот дело божье вот это можно сказать усилия нашей воли но опять же мы понимаем что теперь мы веруем по действию державной силы божьей мы об этом говорили вся на 1 главе 19 стих и первое послание петра 1 глава 7 стига что мы верим теперь по действию державной силы бога мы рожденные свыше теперь имеем с ним единение потому что сказано соединяющийся с богом в одном духе если не соединяющийся с богом в духе есть один дух с господом 1 коринфянам 6 17 мы теперь присоединены к этим нестекаемым источником его жизни его благодати там вся полнота 2 петра 1 глава 4 стих да то есть мы соделаны причастниками его божеского естества и мы дети то есть мы дети то есть у нас теперь совершенно новые взаимоотношения уникальны которые опять же посмотрите вот последнее что я хочу сказать опять же почему мы не можем сказать что было восстановлено то есть как обычно говорят что что-то умерло а потом она возродилась была восстановлена почему мы не можем так цель потому что у адама в адамском саду у него не было такого положения которое мы приобретаем с вами через рождение свыше он не был сыном то есть он не был соединен в природе божьей как сын единородный понимаете а мы это получили у адама первого этого не было положения даже до его грехопадения кто из вас понимает он был творение божье он не был сыном божьим он не был причастником его божеского естества а мы сегодня рожденные от бога мы причастники божеского естества мы новое творение то чего никогда не было но теперь она есть и это свидетельство дано всему миру мы с вами свидетельство которые возвещают это что бог он это садил это не просто немыслимые фантазии фантастические какие-то там россказни сказки мы говоря о том что это реальность мы свидетели сему аминь слава тебе дорогой небесный отец благодарим тебя за это удивительное изучение за удивительное откровение которое мы принимаем чтобы нам утвердиться в этом положении которое ты определил для нас через рождение от духа чтобы нам утверждаться в твоей любви в этом наследие которое ты приготовил для нас чтобы нам обучаться духом святым во всем этом чтобы быть достойными твоего звания чтобы нам быть воистину детьми твоими иметь эти взаимоотношения родственные взаимоотношения и дорожить ими развивать их всячески преуспевать в этом помоги нам отец небесный ты знаешь что мы нуждаемся в этом назидание постоянном что мы нуждаемся в этом исполнении духа духом святым чтобы познавать тебя чтобы иметь духовное суждение и развлечение по всем вопросам по всем обстоятельствам нашей жизни чтобы во всем этом твоя слава была явлена твоя жизнь твое могущество и сила твое вечное величие и мы благодарим тебя за то что мы можем теперь это иметь во всей полноте через благодать нашего господа и спасителя Иисуса Христа и мы молимся благослови нас отец своим Иисусом Христа аминь